Итак, за 5 дней нам нужно без денег добраться из Милана в Лион и успеть на самолет обратно в Москву. Так как нехрен петь. Нет ни денег, нет ни еды, нет места, где остановиться. И уже практически нет надежды. I need money to get some tickets. Мне становится стыдно, как будто я уже попрощаю ничего. Are you Russian? Of course. No, I hate Russian. Я в Милане час и уже стал преступником. Ladies and gentlemen, I still need some money to buy tickets to Liotta. Я не хочу больше никогда спать на улице. Никто не останавливается. Я ползкая змея, рассматривая злые рыла. Убитая одна паскуда плюнет на меня посмело. Это улыбается текила во мне. Улыбается вам, зайчата. Собственно, как это все произошло. Осенним вечером 17-го года мы с парнями сидели за столом и плели ловцы снов. Все по классике. Скопа опять сплел первый, начал звонить своей бывшей и со слезами спрашивать, как крепить перья. Примерно в 22.50 Борзя вспомнил, что нужно бежать в магазин за вторым мотком пряжи, чтобы успеть до 11. А Паха до этого плел три дня подряд, поэтому на четвертый уже не вывозил. По телеку показывали непутевые заметки. Те, кто меня хорошо знает, в курсе, что трех-четырех ловцов снов достаточно, чтобы я начал дерзить. Я поворачиваюсь к парням и заявляю, да чтобы эти тревел-шоу снимать много ума не надо. На что Слэма отвечает, ага, 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 ну сними. Я такой, ну и сниму. А Скопа такой, сомневаюсь. Слэма продолжает, и че это будет за шоу? На самом деле я подумывал о тревел-шоу года с 13-го, поэтому кое-какая идейка у меня маялась. Я приезжаю в аэропорт, где мне дают билет в какой-нибудь город и обратный билет из другого города в Москву через несколько дней. За это время я должен добраться из точки А в точку Б без денег и успеть на самолет. От вас мне нужно две вещи. Вы покупаете билеты, и я даже близко не хочу знать, куда лечу до аэропорта. Слэма в ответ. Хорошо, но давай так. Я покупаю билеты, но платишь за них ты, и у тебя открыт шенген. На волоске судьба твоя, враги полны отваги, но слава Богу есть друзья. Через неделю выяснилось, что это был не очередной пустой разговор за ловцами снов, и он нашел билеты. А через две мне было велено приехать в аэропорт. А почему это такой красавец и один? Если что, я еду не один, со мной идет крутейший оператор Никита. Да? С тобой связывался кто-нибудь, кстати? Четвертая футбота флота. Мы серьёзным человеком связались. Поздравляю вас коллега! Мы летим в Милан. Так. Обратно из Леона. А когда? Через 5 дней. Обратно из Леона через 5 дней. Только в аэропорту мы поняли, что забыли придумать название для нашего шоу. А это очень важный вопрос, и на телевидении им часто занимаются специальные авторские группы. Нам нужно за 5 дней добраться из Италии во Францию без денег вообще. Вот. А сейчас только поняли, что мы не придумали название для этой передачи. И хочу спросить у вас, как вы думаете, как это может называться? Ну, знаете, вы неожиданно... Не знаю, нет, я так не могу. Ну, зачем тебе попало, правда? Ой, нет, что мне... Ну, не знаю. Вперед из песней. Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо. Настолько прекрасно. Ну, вам удачи по-любому. Спасибо. Ну, название уже хорошее, все получится. Вот есть один вариант, это если из Милана ехать через Турин и в Лион. И второй вариант, ну, вот он вроде бы по карте он короче. Ну, непонятно, он через Женеву как раз. Тут тоже, да. В Швейцарии, думаешь, прям намного будет дороже, чем там. Мы решили, что поедем через Турин и я залез на каучсерфинг, чтобы еще в Москве попробовать найти нам жилье. Привет, Италия! Сходу, небольшой лайфхак. Если направить на стюардессу все свое татарское обаяние, можно раздобыть еды на первое время. Мобильный интернет вне России у меня не работает совсем, поэтому пока был доступ к Wi-Fi, я, почему-то сидя как первоклассница, решил проверить, написал ли мне кто-нибудь на каучсерфинге. Мобильный интернет вне России Можете помочь мне, пожалуйста? Какая удобная способность, чтобы приехать в город? Вы просто сидите здесь, потому что если вы хотите... Автобус стоит 8 евро, электричка стоит 13 евро, такси, я думаю, в тысячу раз дороже. Голосовать запрещено! Меня могут поймать, а до центра 50 км в топлив. Если не знаешь, что делать, спроси совета у местных. Я хочу идти в город, без денег. В городе? Да, в Милан. В Милан? Бас? Я не имею денег. Не бас? Трэн? Нет, не бас, я не имею денег. Для баса, для трэн. Милан. А? Я не в Милан, я в Куавичино. Куавичино? Блин, я понимаю, что я очень хреново говорю по-английски. Но это надо будет заглушать, потому что я же всем говорю, что я охрененный. Нам сказали, что автостоп в Италии запрещен, поэтому мы, как всякие уважающие себя русские, решили попробовать автостоп. Но уже на трассе встретили Олесио и Габриэля, работников музея авиации Мальпенса, которые подтвердили, что автостоп запрещен. Это не легально здесь? Да. Посоветовали нам не нарушать закон и поехать вместе на поезде. Без билета. Я не хочу идти в педагог. Нет, Микка, Микка, Рамадон. И мы пошли назад. Олесио, Никита. Что с тобой? У тебя есть тикеты? Да. О. Я в Милане час и уже стал преступником. Лекция по безбилетному проезду в Италии от Олесио. У меня нет цели этим видео мотивировать кого-то на путешествие или какой-то другой инстаграмной шелухи. Но если придумывать какую-то великую миссию, то было бы неплохо показать, что у нас намного больше общего с людьми из окружающего мира, чем нам говорит телевидение. То, что мы одинаково бегаем от кондукторов в электричке, пример, конечно, не самый изысканный, но тем не менее. Практические занятия по безбилетному проезду в Италии. Продолжение следует... Мы должны идти туда? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что, пойдем? Надо бы успеть на него. Прошло 30 минут ожидания и второй поезд, вторая попытка. Во втором тоже был кондуктор, но он забил на свои обязанности и почему-то прошел мимо нас. Дальше торчит что-то. Кони, вон, видишь? Тыч, тыч. Часы. Широко здесь, да? Согласись? Широко. Прямо если смотреть... Грудь раскрывается. Давай запишем про то, что мы в Милане. Воу, мы в Милане! Милане! мы наконец-то в милане дорога с аэропорта до милана заняла где-то часа 2 это потому что мы ждали еще полчаса второй поезд можно добраться бесплатно несмотря на то что изначально сказали что никаких вариантов нет на поезде бесплатно но это не круто с одной стороны но возможность есть я собой за это не горжусь но мы в милане ну давай чертик жилье пошли искать если не найдем ух вечерочек не сдастся мы зашли в макдональдс подключились к вайфаю вайфай бесплатный что хорошо чеканул каучсерфинг ответов никаких нет что плохо но на том же каучсерфинге нашли упоминание о встрече которая будет через 40 минут встречи англоговорящих ребят на которые мы сейчас пойдем в надежде найти там совета найти помощи а может быть и ночлег любите мои жесты сегодня мы ехали без билетов в поезде как бы на закон и теперь плевать вообще красный сейчас человек красный плевать полу альта и кафе то самое местечко где возможно нам повезет на встречу в кафе собралось несколько десятков человек местных и путешественников как правило это отличная возможность попрактиковать иностранные языки и припить послушать интересные истории припить возможно найти помощь если вы приезжий и припить для начала я спросил совета у организатора вечера андреа идей по поводу места где можно переночевать у него не оказалось но он предложил нечто на его взгляд более полезно и за здоровье деревнем будем и действительно одной стопки оказалось вполне достаточно чтобы я морально настроился на переговоры а никита почему-то начал снимать наши ноги на часах 21 30 мы познакомились с огромным количеством приятных людей на место для ночлега пока еще не нашли но нашли немного текилы что скрасила этот вечерок если на моем лице улыбка это улыбаюсь не я это улыбается текила во мне улыбается вам стало ясно что в полу альта ловить нам особо нечего и мы откланились у нас не получилось найти жилье но получилось найти аню которая между прочим из архангельска и которая знает лучше меня что находится сзади меня куда-то нас привела что это это дома до милана что это кафедральный собор надо смотреть внутри его да внутри он шикарный это просто что ты узнала об этом соборе ничего просто надо зайти внутрь просто нужно зайти внутрь если приезжаете сюда в милан то нужно зайти внутрь приехали в милан зашли внутрь особенно если играет орган и особенно если вы с архангельска приехали в милан зашли ушли я не знаю такая жизнь забегая вперед мы ходили вокруг него весь следующий день но денег на вход в собор так и не нашли поэтому если хотите узнать как там посмотрите любое другое travel шоу о милане они там только дома и говорят я не собираюсь вас обманывать и делать вид что оператор никита взрослый человек семьянин отец подписался на то чтобы если что-то пойдет не так вместе со мной по ночам шляться по улицам с аппаратурой он остался в хостеле в которой мы проводили аню а я взяв gopro ушел в ночь но наснимал такую дичь которую даже показывать не стоит путешествия у милан столица моды кайф я сейчас покажу самый дешманский хостел в милане хостел в котором я провел вчерашнюю ночь в самом центре вот дома буквально 200 метров нужно пройти от дома и вы на месте как я говорил отсюда видно дома вот тот самый хостел хостел на 7 мест одно из них занята постоялец один не съехал и вот собственно на этой лавочке где сидит мужчина почаровательной зеленой шапки я провел вчерашнюю ночь если планируете останавливаться здесь приходить нужно заранее потому что я вчера пришел около полуночи три места уже было занято я занял 4 и через через минут 15-20 подошло еще двое наверняка среди вас есть скептики которые думают мол не может такого быть чтобы он ночевал на улице он наверняка тоже остался в хостеле специально для вас мы вернулись на то же самое место вечером и реконструировали события предыдущей ночи вот я подхожу к той самой лавочке начинаю зевать потихоньку клевать носом ложусь и засыпаю вот мои ноги на лавке видите такое может быть съели скептики вообще я был удивлен тому насколько много в милане бездомных и тому что полиция вообще никак на них не реагирует полночи рядом со мной стояло трое полицейских внимание не обратили никакого главный вывод который я сделал из вчерашнего дня я не хочу больше никогда спать на улице потому что это вообще не мое я это очень плохо делаю а если я что-то плохо делаю зачем это делать вообще поэтому сейчас надо блин раздобыть где-то денег и найти каких-то друзей в этот день я сделал важное для себя открытие на каучсерфинге оказывается можно отправлять личные сообщения и я написал разом штук 20 что по идее должно увеличить шансы я периодически смотрю передачу где у одного человека 100 долларов а у другого карта безлимитная и там случае крайней нужды человек у которого нет денег заходит в какое-нибудь заведение там сразу же ему дают работу мы решили проверить работает ли это на самом деле и для этого выбрали район который называется москава что-то подсказывает что здесь нам должно повезти было бы здорово и так возьмут ли меня работать в кафешку у меня looking for a job to get some money to buy a ticket to turin you for job yeah right now yeah do you have any job for me i can do whatever you want you want this job yeah to get some money to buy a ticket to turin money for ticket yeah for you yeah this job money for you whatever you want i i can clean something i can wash something i can do нет нет но мне написали список возможных мест я просто хочу сказать что это последний кекс который у меня остался с самолета ok thank you thank you нет здесь что-то вообще закрыто все нет но приходи в 6 нет 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 бай он сказал дай я не особо парился получая отказ потому что мне сказали что есть один посту в котором мне в крайнем случае точно найдется работа ну да не получилось не вышло нет ничего нет ни денег нет ни еды нет места где остановиться нет денег нет места где остановиться нет еды нет ничего и уже практически нет надежды весь день мы проходили по разным заведениям и результат везде был один я окончательно вымотался вообще не понимал что делать дальше и уже совсем опустил руки в этот момент мы встретили марку нам повезло благодаря тому что у нашего революционного тревел шоу нет аналогов в мире марка родом с филиппин с его слов там нам было бы в разы проще люди там намного беднее но и намного отзывчивее так что вы думаете, что это тяжелее сделать здесь? да, очень тяжелее хорошо так, хорошего счастья, чувак хорошего счастья спасибо, Марко короче, их можно толкнуть, они еще в упаковке отличная идея вы бы купили бутерброды, если бы их вам предложил прохожий на улице я дам вам два сандвича они вкусные вкусные я не нужна я не знаю, но это... мы не 100 я хочу денег дай мне это 2 евро дай мне это для ничего для ничего нет, я... ну, я... ну, я... я не могу это сделать для ничего может быть, ты не любишь сандвичи но я уверен, что ты любишь чоколад русский чоколад я сейчас ручный человек хорошая счастья на ваших путешествиях спасибо я представлял это тебе вообще не так мне становится стыдно, как будто я уже попрошайничаю мне становится стыдно, как будто я уже попрошайничаю So, the question is, do you like sandwiches? cause I don't need them, but I need money to get some tickets No, the only thing I can give you is some... I'll give you sandwiches for that No, it's... I got these No problem It's a problem for me, cause... Хорошо, добро пожаловать, чувак. Спасибо. Пока. Я не привык получать деньги просто так, поэтому поначалу сильно мялся. Но после того, как первые же два человека дали мне достаточно денег на билет, неловкость как рукой сняло. И я решил, что это прям мое. Бич, ты лучше получишь деньги. Дай мне, что ты? Мне. Бич, ты лучше получишь деньги. Я пойду сейчас. Я думаю, что если ты идешь на улицу, ты можешь... Хорошо, спасибо, я попробую. Спасибо, ребята. Однако одного нет оказалось достаточным, чтобы мне снова стало стрёмно втюхивать бутеры, и мы пошли на вокзал за билеты. По пути я еще раз проверил каучсерфинг, и наконец-то получил положительный ответ. Нам есть где остановиться на ночь. Ууу! Девять, десять, двенадцать. Пойдем продавать сэндвичи. Пятьдесят центов. Как профессиональный финансист, скажу одно. Когда тебе нужны инвестиции такого масштаба, обращаться следует к людям, которые ворочивают такими суммами каждый день. Например, скейтерам. Ты любишь сэндвичи? И я тебе даю два сэндвича. Нет, я не брал сэндвичи. Моё главное правило в жизни – дали денег, повыпендривайся. Может, семь лет назад я могла сделать «Олле». Правда? Да, правильно. Честь российского скейтбординга отстоял, пора за билетом. Побежали? Еще разок. Как дурачок? Фортило мне в тот вечер порядочно, потому что дом Симона, который согласился приютить нас на ночь, оказался в десяти минутах пешком от вокзала. Раньше он работал инженером, но в какой-то момент целиком посвятил себя своей страсти, настольным играм. Весь вечер мы просидели за Дергсом, разработанной им игре. В четырех словах, это усложненные трехмерные крестики-нолики. Было видно, насколько Симоне переживает за то, чтобы нам было комфортно. Он несколько раз подорвался что-нибудь приготовить, но мы не стали его напрягать. Разделили на троих сэндвичей и пошли спать. Хотя жрать хотелось невероятно. Симоне снимает квартиру с друзьями. Если интересно, платят они примерно столько же, сколько и мы в Москве. Утром он приготовил легкий завтрак, за которым мы, конечно же, не смогли пройти мимо самых актуальных вопросов в отношениях России и Италии. Снежок, это как, я не знаю, сноуфлейк. Это не сноуфлейк. Мы называем это сноуфлейк. Это немного сахар, но с сахаром, я думаю, и это единственная разница. И у нас есть тряшенка. Но время уже поджимало, и мы стали прощаться. Это было удовольствие, я надеюсь, увидеть вас в России. Давай, но у нас времени не так много. Очень. А вы живете здесь? Нет, работаю. Работаете? Чем занимаетесь здесь? Ремонты? А, так то есть вы приезжаете на какое-то время и уезжаете потом? Да, на месяц-два. А уезжаете куда, где живете? В Италии, но в другом городе. А, даже так? Круто. Да, Италии уже 20 лет. 20 лет? А вы были в Турине когда-нибудь? В Турине я буду искать какую-то работу на день, чтобы купить какие-то билеты себе дальше. Попробуй пойти в какие-то ресторанчики, бары, те, что работают вечером, покупают там посуду и что-то. Ну вот я здесь пробовал, да, мне сказали. Но, 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 но. В итоге, ну, в нескольких барах просто говорят, вот тебе еда, уходи отсюда. И я там эти сэндвичи вчера продал за билеты в итоге. И уезжаю дальше. Ну вот на улице кого-то встретил, вижу вот сэндвичи. Ну да, вот так получается. Ну попробуем. Попробуй, если ты уже так рискнул, я думаю, у тебя все хорошо. Здесь уже, да. Ладно, спасибо большое. Давай, Лев. Да, но, но, нет, нет, ну, мишки, ну, мишки, ну, косолапы, может есть кто-то знакомый, кто ест. Сегодня первый день, говорю, за все путешествие, когда я выспался. У нас 12 минут осталось. И поэтому я чувствую себя бодрее и ощущение, что все получится, что мы успеем, не опоздаем. Ну и да, обычно, когда такое ощущение, мы как раз таки и опоздаем. Тюрин, 12, 12.46, 12. Почему-то нет нашего времени. Трени. Поезда это трени. Да, беглеетти. Мы нужны помощь, мы идем в Тюрин. Мы нужны какие-то стемпы или что-то? На платформе. Где это? На платформе. На платформе. На платформе. Спасибо. Тюрин 13.18 уже почему-то. Вот. Зачем это? Ну, облажался. Нет, нет, скажи, что я перепутал цену билета и вот это вот прикольно. Да. Я не считаю это прикольным, но я перепутал цену билета и время выезда. И я не хочу снимать это видео. Но Никита говорит, что это прикольно. Это нифига не прикольно. Мы уезжаем чуть позже. Ладно, скажу, поеду другим поездом. Ну, ладно, поеду другим поездом. Ну, хорошо, что ты пойдешь. Маш. Поедем другим поездом. Ты говоришь английское? Нет. Что? Я должен рискнуть? Или что? О, окей. Это все. Спасибо. Он просто расписался на наших билетах, я не знаю. Может, это типа какой-то проводник года, который решил, что я хочу его автограф. Может, так принято? Я пока не понимаю. Спасибо. На несколько часов можно выдохнуть. Лично у меня Милан вызвал двоякое впечатление. Шикарные витрины магазинов брендов с мировым именем, под которыми спит куча бездомных. Работу мне никто не дал, но при этом мы встретили очень отзывчивых людей. Билеты в поезде у нас не проверил никто. Ни при посадке, ни в дороге, ни на выходе. Я целый день потратил на то, чтобы найти деньги, и никто даже между делом не поинтересовался о билетах. Что мы знаем про Турин? Олимпиада 2006. Все. Ни черта больше мы не знаем про Турин. Сейчас надо посмотреть, сколько стоит билет дальше, чтобы понимать, сколько денег надо наш крышти. Наш крышти. Работающего незапароленного Wi-Fi на вокзале не было, поэтому ничего я в итоге и не посмотрел. Ощущения на самом деле сильно отличаются. Ощущения сильно отличаются от того, что было в Милане, после того, как мы вышли из вокзала, потому что там чувствовалась какая-то мощь, какая-то широта. Здесь все компактненько, но тоже есть какое-то свое настроение. Нам нужно туда по прямой. Там маг. Подключимся к сети, поищем ночлег. Какой план? Все за? Все за. Отлично. Идем. Пять центов. Короли здесь. А вот мы повесили цепь, чтобы никто не садился сюда. А что вы сели? Пошли нахрен отсюда власти нашего города. Я не знаю, один он здесь такой, или все в Макдональдсе, в Турине так работают, но стоит вышибала, который выгоняет, если ты не сделала заказ. Это странно. Поэтому рядышком я залез в каучсерф, отправил 15 сообщений разным людям. Посмотрим, пока никакого ответа не было, но посмотрим, что будет дальше. Для начала мы решили просто пройтись по Турину и осмотреться. Обманул. 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 Я пока вообще ничего не знаю об этом городе, поэтому в Москве погуглю и зачитаю интересную информацию на фоне красивых картинок. Турин был основан в 29-28 годах до нашей эры, когда на территории нынешнего Турина... Давайте просто красивые картинки, а мне прям лень. Мы вернулись к Маку, где по проверенной схеме я зашел на каучсерфинг и получил один положительный ответ. Он написал, что в 8.30 только будет дома через полтора часа и скину адрес свой. Скируара. Я не уверен, но я думаю, что мы в front of your house. О, да, мы в центре. В четвертом этаже, окей. Внутри нас встретили Лука и Манлио. Манлио учится на инженера космической отрасли, сейчас находится в поисках жилья и, так же, как и мы, познакомился с Лукой благодаря каучсерфингу несколькими часами ранее. Лука раньше был программистом, сейчас учится на сценариста и параллельно работает по специальности. Они тут же начали готовить ужин, не переставая разносить при этом качество продуктов и свои кулинарные способности. За столом Манлио раз 10 сказал о том, что это невозможно есть, но, учитывая то, что в последние 3 дня мой рацион состоял из сэндвича, йогурта и нескольких кексов из самолета, это была лучшая паста, которую я пробовал в жизни. Лука — это, пожалуй, один из самых удивительных и гостеприимных людей, которых я когда-либо встречал. Перед тем, как отправить ему сообщение, на каучсерфинге я полистал отзывы о нем. К сожалению, у меня не получилось познакомиться с этим уникальным человеком. Когда я приехал в Турин, его не было в городе, при этом в его квартире уже был другой каучсерфер. Несмотря на это, Лука разрешил мне с двумя друзьями остановиться у него. Даже не могу представить, чтобы я сам когда-нибудь так поступил. что-то уникальный человек, что-то уникальный человек. Но это как-то нескольких любовь. И у меня есть такие странные вещи, потому что я не могу нанять другим человеком. Я только могу нанять другим человеком, потому что у них очень плохие люди, но эти очень плохие люди Многие люди были проблемы, которые превратили день в плохие люди. Так что я всегда вижу лучшую часть в людей и в любых вещах. Для этого вы можете жить. И это еще одна часть моей истории. Кстати, благодаря Анкете Луки на каучсерфинге я узнал, что такое 420 Friendly. Вот видите, наше шоу не только развлекает, но и несет образовательную нагрузку. 420 Friendly. 420 Friendly. 420 Friendly. Итальянцы изучают пряники. 5. Музыка. 420 Friendly. 5. 6. 7. 7. смотреть билеты Дэлиона. Самый дешёвый стоил 30 евро, которых у меня, естественно, не было. Парни предложили дать объявление в нескольких группах по поиску работы на фейсбуке, и под руководством Манлио я накидал текст на английском. Я... Хорошо, я... Мои убили! Я люблю водку, я пришел из Москвы сейчас. Я... Я... НРАО! ЧТО с тобой assassins? И я bakayım? Эх, Bong Leval. Перевожим... Рииииииииии... НАУ. Ни-йао! НАУ, НАУ. И еще sûrement хорошо? Лена смогли отдачной причине. Все понял, что может быть как ваш Пекин Экспресс. Потому что ты должен быть очень смешным, очень соларным человеком. Потому что если ты так формально, не так формально, но если ты очень логичный... Я из России! Я из России! И когда начинается русский антем, будет немного лучше. Так, что ты хочешь мне делать? Здесь. После этого я несколько часов наблюдал за тем, как они переводят его на итальянский, и просто наслаждался процессом. Я не понимаю, но это очень смешно. Если хочешь, вы можете поставить видео в соответствиии, в том числе, в другомième вещи. Это можноинвить. Есть. Как мы давайте посмотрим. Мы надеем, что вы вы сможете почитать это? Вы как достигнули? Угу. Вам несколько ответов. Потому что вы, так сказать, вы можете действительно... Основаться. Так, мне кажется, это одна из-за того, чтобы помогать. И что до сих пор догнать? Они хотят страсти, понимаете? Ну, да, конечно, тогда тогда, literary скупить с вы! И заَ РАБАРАДОРСКООМ ВОИ, И для доверия! Утром, перед тем как опубликовать объявление, я еще раз перепроверил текст. Кантататататичи вчера я слышу. Кантатататататичи. Кантататататичи! И джей опять, ахахах! Да? Джейган. Почему джейган? Джей... Ахахах! Это не правильно! А, нет, это не! Не J. Sorry, у нас есть J. Смайл. Не ха-ха-ха, но... В России мы никогда не смеялись. О, а на бомб. А на бомб. Может, это более... Ха-ха. В России мы никогда не смеялись. Забегая вперед, скажу, что объявление это имело невероятный успех и принесло мне аж 8 лайков на Фейсбуке. Лука собирался ехать на рынок за продуктами, и, решив, что там можно найти работу, мы к нему присоединились. Любой рынок хорош тем, что там всегда можно что-нибудь заточить. Мы продолжаем нашу рубрику «Бесплатно то, чем на рынке». Камерамена. Камерамена. Это для тебя. Камерамена. Итак, это оливка. Я не люблю оливки. Но... Это острая. Острая. И острая потом внутри. Приколюха. 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 Спасибо. Это как сладкий фрит. Ага. А что это? Даттери. Даттери. Это похоже на фигу, наверное, да? Это фига, походу. Даттери называют. Мне нравится больше, чем я. Спасибо. И эта для тебя. Спасибо. 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 Лука уехал по делам, а я, наконец, начал искать работу. Вы говорите в английском? Нет. Скажи, что ты нужна? А? А? Вы русские. Привет. Спасибо. Было бы здорово. И у нас нет денег вообще, мы ищем работу какую-нибудь, чтобы купить билеты. Потому что мы их собирали в марказ, В fitur. Поэтому ищем. Потому что в рано утром можно найти работу. Потому что в марказе мы с ним лучше. Нет. Но на баллоне. На баллоне. Окей. Ну, появился вариант на следующий день. Дальше. Здесь тоже, ну там нет еду продают, а где одежду, вещи, обувь. Так, в пять часов утра. В пять часов утра попробовать спросить и найдете что-нибудь. А сколько можно заработать за это? Нам нужно около 30 евро, чтобы купить билет для Леона. Ну, завтра утром можете попробовать в 5 часов утра. И 30 евро это реально заработать. А где это находится? Вы с Россией? Ну, я с Россией, но живу здесь уже 17 лет. Да, мне 25, поэтому... А как зовут вас? Виолетта. Виолетта. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно, здорово. Пока. Пока, пока. Я решил не надеяться на завтра и попробовать договориться с кем-нибудь заранее. И ты работаешь завтра? Все маркеты. Все маркеты с этим. С этим маркетом, и другим маркетом. Можно я найти что-то здесь? Что думаете? Ты не говоришь итальянский. Немножко, но я могу сделать что-то. Ты не говоришь итальянский, но нет. Ты спросишь, что у другого ресторана? Чинеский ресторан? Да. Третья ерро в день. Довольный я побежал по китайским ресторанам. И в первом же из них произошло следующее. I need just a job. Oh, no, 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 no. I need to do something. I can take it, but... No, this one... We haven't to... We haven't to... We haven't to... We haven't to... At all? No. I have to ask you about work. They said that no work, but she wanted to offer me 20€, to buy a ticket. I said no, I want to do something with my hands. You're a fool, right? After a few people said that I was stupid and I needed to buy money. But I still think that it would be not cool. Hello, do you speak English? No. And there's someone here who speaks... Okay, thank you. Why did I ask in English if she said... We're looking for Chinese food or... Chinese food? Yeah. I'm looking for Chinese places. I'm looking for Chinese food or Chinese food. Chinese food, Chinese food, Chinese food, Chinese food, Chinese food, Chinese food. Okay? Okay. Okay. Thank you. One, hieroglyphs, hieroglyphs, hieroglyphs. Я не могу делать ничего. Нет, нет. Я не хочу. Что я делаю? Я не говорю итальянский. Может быть, если вы говорите английский или по-русски говорите? Пендь ангел, вы инвестиру пендь ангел. Сейчас я не хочу пендь ангел. Нет, нет. Нет, нет. Ангел? Нет. Мы сейчас не нужны. Попросите на другой стороне. Я был там. Я не знаю. Спасибо. Спасибо. Не получится у тебя ничего с китайцем. Я не хочу просто песни петь на улице. Придется. Я всю жизнь мечтал работать на китайцев. Почему ты рушишь мою мечту? Куда ты меня тянешь-то все время? А почему ты против этого? А? Я не буду Никита петь на улице. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз. И глаза закрываю, на миг забыв, что я городская сейчас. Ладно, это все-таки произошло. Но давайте все же вернемся к китайцам. Я не буду Никита петь на улице. Отказали в одном месте и в другое. И еще полдня мы проходили по другим местам. Я должен быть в Европе сегодня. В Европе. 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 Если я закончил, я могу спросить. Я могу сказать несколько минут. Сияо. Ахахах! Нет, вы спрятались милы. Ту Леон. Спасибо. Ты единственный, кто верит в меня? Да, не волнуйтесь. Девочка, финансовые стаканы. Один из нашей общественной системы. Отчасти на здоровье, обən道, экономику и область. У меня обычно поразовало о правительстве. И последняя часть от мамы. Он не знаю где она, кто. Да, верю, верю. Это невозможно. Нет, нет, нет. Может быть, Путин не любит все. Да. Я слышал, что Путин не любит все. Особенно, да, последний. Да, да. Они просто смеются. Да. Они имеют защитные камеры. Кто-то смотрит на нас. Привет. У нас есть 50 евро. Я думаю, что у нас будет много. Да. Мы верим в тебя. Моя голоса в английском. Я хочу, чтобы вы переводите в итальянский, чтобы они меня понимают. И после этого я буду смотреть в мою первую песню. Я не знаю, какая песня это будет. Вы не должны переводить. После этого я скажу что-то больше. Ты не будешь между ними. Я думаю, что это лучше для двух нас остаться здесь, чтобы они могли видеть нас, чтобы они могли слышать нас. Окей. Ты нервис? Да. Много. Ты стоишь на панше? Да, конечно. Да, конечно. Я не знаю. Потому что ты стараешь. Поэтому я стою, но ты стоишь на панше. Окей? Окей. Мы не можем на самом уровне, потому что мы не на самом уровне. Это шоу начинается сейчас. Друзья и господа. Снеры и господа. Вы знаете что вы знаете английский. Я знаю, что вы огромные фанеры русского. Мы знаем, что вы очень сильные фанеры русского. И вы очень счастливы. Потому что сегодня вы увидите, что вы слышите, может быть, самый лучший панец русского. И вы думаете, что вы лучший панец русский. Вы хотите это слышать? Да. Вы можете это слышать? Окей. Вы можете это слышать. Спасибо. Оу, да. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз. Понятия не имею, почему я считал это козырем, но пришлось вытащить его из рукава. Этой песне синий простор. О, так я она. Харадимый напомнила мне. И девчонку ту, что с недавних пор часто вижу. О, это для меня. Да, это для меня. Да, это для меня. Если вы мне помогите, вы никогда не слышите меня, вы никогда не увидите меня снова. Потому что... Ну, это... О, ты хочешь мне помогать? Какая ваша любимая песня, Эрик? Поп-сона. Поп-сона, может быть. Русский поп-сона. Русский поп-сона. Словно в мельном тумане Кружится голова Согрета чуть-чуть. Слеп, жди, свят на слова. Не, подожди. Не, подожди. Не, 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 не. Я не говорю в Адалле. Я русский. Братели, 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 братели. Друзья, братели, братели. Друзья, дружицы, я еще потребую денег для меня купить в Леон. Потому что я... Я хочу... Я хочу в Италии. Что? Да. Я хочу домой. Нет. Почему? Я хочу жить. Я хочу жить. Хорошо, я могу оставаться в час. Просто в час. Я хочу жить. Моя комната все равно разрушена. Но я знаю почему. Почему? Где-то же я ranküzel. Спасибо, Эрик. Ты мой старый. Ты моё сердце, Мояность, с вами своя любовь. Его единственный. Они я знаю. Я знаю, что рэп означает. Теряя мысленный контроль, я вылетел из тела пули. Наблюдая за собой, запоминаю интонацию, структуру, слова. Я из последних сил небесных вернулся в себя. И даже беру респект этих грязных козлов. Память и запечатлел начало войны без слов. Я сказал, что я не хороший рэп. Я думаю, что я должен платить тебе за битбоксинг. Я говорю, что я не буду платить. Поехали к девушкам Где? К девушкам Девушкам хотят付шись удачи, не а на другом Менует Гр senza пиццу в Русском Ты русский? Конечно Нет, я ненавижу русского А ты меня ненавижу? Да, я ненавижу русские дine Почему? Потому что они так ненавидели Потому что они так и ненавидели Где ты? Привет! Здорово! Ты говоришь по-русски? Хорошо. Хорошо. Где ты? Виталий. Я не говорю итальянский. Он говорит, что можно платить с банкоматом. С кредитной карты. У меня нет терминалов. Что ж, чувак? Что? Вивай коммунизм. Это белый пиво. Это обычный пиво. Северный пиво. Северный пиво. Северный пиво. 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 Граци. Сейчас три утра, мы закончили наш вокальный концертный тур по Турину. Собрали нужную сумму. Теперь есть возможность купить билет до Леона. Такое ощущение, что гордиться сегодня опять нечем, но цель выполнена. До отправления на Леон осталось 50 минут, и мы опять едем в автобусе без билета. Как-то спокойнее в этот раз. Обычное дело. Это агент. Пиво. 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 О, вы. Милан Пиво. Возможно дело в самом городе, в компания, которую мы нашли. И возможно в том, что я больше привык к положению, в котором оказался, но Турин зашел на меня лучше, чем Милан. В Леон я ехал с ощущением того, что все уже позади. Но это было не так. Впереди ждали еще сутки. В автобусе был Wi-Fi. Написал я, наверное, людям 20 на каучсерфинге. Пока только человека 3-4 ответило, что нет. Но есть Фабио. Некий Фабио. Друг моего агента, Манлио. Который собирается к нам подъехать сюда через 15 минут. Но тоже не знаю, с какой целью. Посмотрим. Первые впечатления. Ничего не понятно. Стоят люди. Кто-то долбит. Барабан. Какая-то движуха. Здесь, походу, кормят бездомных. Я не знаю. Может быть. А может быть и нет. Значит, как-то хочется убежать отсюда поскорее. А вот и Фабио. Фабио родом в Сицилии. Сейчас приехал учиться в Лион. Это лучшая город, чтобы жить и учиться. В городе было очень тихо и спокойно. Но если бы мы приехали на три дня раньше, в четверг, все было бы иначе. В Лионе студенты почему-то отрываются по четвергам. И ты учишься на фрайд? Это не проблема. С каучсерфингом так ничего и не вышло. И Фабио позвал нас к себе. Это не тверс. Герб Лиона. Герб Лиона. Удивительно, но лев. Бассейн под открытым небом на берегу реки. Деньюжек нету. С удовольствием бы искупался. Деньюжек нету. Мы не можем попасть во многие места, потому что денег нету. На набережную мы можем попасть. Деньюжек нету, но можем. Сколько раз я должен сказать «деньюжек нету», чтобы прекратились эти унижения наконец-то уже. Деньюжек нету. В Лионе учится моя подруга, француженка Ками, с которой я когда-то познакомился в Марселе. И она провела для нас лучшую экскурсию в моей жизни. Большая церковь. Интересуетесь? Большая церковь. Я уже сняла. Вы можете сказать что-то про эту большую церковь? Это называется Saint-Jean, я думаю. OK. Saint-Jean. И... Saint-Jean? Да, Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. И это было построено много лет назад. И это очень важно. И, знаешь... Это что-то католическое. Это было хорошо, это не так плохо. И я пришел в Марселин. В Север и в Север. Я видел музей, я не знаю, если он свободен. В Синема-муземе не свободен. Что с этим рестораном? Через пару часов Фабио и Камиль побежали на уроки, а мы в аэропорт. В Лене я вообще не искал деньги, потому что душа требовала автостопа. Ну, пойдем. За это время, мне кажется, я научился разбираться в картоне. И тот картон на мне подходил. Я ищу идеально. Не снимай наконец-то. Это запасной вариант, Никитус. Я найду лучшую. Вот она память. Мы шли в сторону аэропорта и вышли на шоссе. Есть огромная вероятность того, что здесь машинам запрещено останавливаться. Но вот есть какой-то вроде пятачок. Я вообще не знаю правила дорожного движения, тем более французские. И есть хоть какая-то небольшая, я надеюсь, вероятность, что машина где-то здесь может остановиться, потому что есть полоса, по которой никто не ездит. Я нужна помощь. Никто не останавливается. Все, нафиг. Двигаем. Естественно, это была тупая идея. За 40 минут никто не остановился, мы пошли дальше в аэропорт, кое-как перебежали через развязку, у которой стояли, и тут же... Мы не говорим французский, мы с аэропорта. Считай, что тебе повезло. Нам повезло невероятно, просто остановились ребята, которые, походу, не местные машины арендованные, я так понимаю. Возможно, поэтому остановились, все можно, и мы едем в аэропорт, я надеюсь, в аэропорт. Дома. До вылета осталось 4 с половиной часа, и мы можем тусить в аэропорту. Мы это сделали. Отсуть, отсуть, отсуть дальше. О, я такой счастливый. Давай зайдем внутрь, может быть, это не тот терминал. Прикинь облом, если это другой аэропорт. Два аэропорта в Лионе, и, ну вот есть Экзюпери, и есть второй какой-то. Я надеюсь, что это наш. Это был наш аэропорт. Путешествие подошло к концу, мы покинули Францию, и следующие два дня я ел все, что попадалось на глаза. За это время мы проехали около 450 километров, и еще, наверное, 70 намотали пешком. Я заработал, если это можно так назвать, около 45 евро. Впервые в жизни спал на лавке, восстановил свои скейтерские навыки, и вспомнил полный текст хуторянки. Считаю ли я это каким-то опасным приключением, не уверен. Было ли это весело? Определенно. Ну и подводя итоги. Учитывая то, что я не рассказал ничего толкового о местах, в которых побывал, наверное, следует забрать назад слова о том, что для съемок Трэвол Шоу много ума не надо. Кое-какие мозги все-таки нужны. Но если вам было интересно, и вы хотели бы видеть больше похожего в будущем, добро пожаловать на канал. Это видео мы монтировали по большей части вдвоем, на коленочке почти два года. Но если аудитория будет больше, следующий постараемся делать быстрее. Пока! Пока! Подписывай мою музыку! Подписывай мою музыку! Поехали! В общем, вы говорите мою музыку! used to be Dutch ah, yeah no, the Dutch language